В управлении Росреестра по Тверской области разъяснили порядок реализации на территории Верхневоложьей закона о гаражной амнистии. Он вступил в силу 1 сентября этого года и призван урегулировать гаражный рынок и деятельность кооперативов законодательно, а также упростить процедуру оформления прав собственности на такие объекты. На кого распространяется действие нового нормативно-правового акта, а также как воспользоваться новым порядком оформления участков под гаражами, об этом наш следующий репортаж. Только по официальным данным управления Росреестра по Тверской области в регионе имеются сведения о более чем 42 тысячах гаражей, оформленных в собственность. Однако число прав, зарегистрированных на земельные участки под гаражами, примерно в 10 раз меньше. Всего 4,5 тысячи. Это подчеркивает актуальность принятия данного закона, в том числе и для нашего региона. Так на какие же объекты недвижимости распространяется так называемая гаражная амнистия, разъясняют специалисты Росреестра. Основное требование, это гараж этот должен был поставлен, построен до вступления в силу Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть до 29 декабря 2004 года. Кроме того, есть еще ряд условий. В частности, объект должен иметь фундамент, носить капитальный характер постройки, то есть быть из крепича или бетонных плит, быть присоединенным к сетям инженерно-технического обеспечения, иметь стены и крышу. А вот не попадают под гаражной амнистию объекты, признанные самовольными постройками, подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах и другие. При этом в Росреестре выделяют четыре различных случая, при которых возможно оформление прав объекта гаражного назначения и земельного участка под ним в упрощенном порядке. О каждом из них подробно рассказано на сайте Росреестра. Ведомстве отмечают, что конечная цель нового закона — упростить гражданам процедуру, которая прежде требовала бесчетное количество бумаг и справок. Теперь упрощает для граждан максимально возможность зафиксировать свое право собственности как на гараж, так и на земельный участок под ним с минимальным перечем документов, которые есть. Добавим, что в настоящий момент управлением Росреестра по Тверской области зарегистрировано право собственности на 12 земельных участков. Правообладателями земельных участков стали жители Твери, Кимор и Весьегонска. Редактор субтитров А.Семкин